Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, дам свои комментарии, вы тоже их оставите под видео, посоветую девушке, что делать. Итак, я просто не знаю, что делать. Я замужем за турком, у нас маленький ребенок 7 месяцев, живем в России. У нас все хорошо, мы любим друг друга, все прекрасно. И у мужа с моей мамой были очень хорошие отношения, и они просто очень хорошо ладили. Я была счастлива, что они ладят друг с другом, если бы в один день мой муж не поругался с моей мамой. Я не могу сказать, что он прям с ней ругается или устраивает какие-то разборки. Просто когда я забеременела, мама начала нас многому учить, что как делать, как жить нам и так далее и тому подобное. А когда я родила, стало еще хуже. Все начиналось с покупки вещей ребенку. А тут же покупает и не спрашивает нас, в общем, решает все за нас в отношении ребенка. Муж мой молчал, ничего не говорил. Типичная турецкая, это мамы молчать, уважение к старшим, естественно. Потом началось, на кого похож ребенок. Мама начала такое говорить. У мамы началась какая-то ревность. У нас ребенок родился светленький. И мама в один день, мы сидели со знакомыми в ресторане, праздновали мероприятие у нас было. И мама при всех сказала, да, он светленький, но не покрасит же он его в черный. Моего мужа это очень задело сильно. Он это воспринял как личное оскорбление. После этого муж перестал с ней разговаривать. Также она мне начала говорить, что он на мужа бочку катит, что он хитрый, какой он плохой. Хотя он мне за наших пять лет совместной жизни ничего плохого ни разу не сделал. Все делает, чтобы я была счастлива, старается. У меня золотой муж. Она даже может мне сказать, что мне одной будет лучше, чем с ним. Также, когда мама жила у нас, когда я родила, то есть мама, походу, приехала помогать, Маме не нравилось, что мой муж ругался и строил моего шестилетнего брата, когда он баловался. И это все услушивала я. Мама ему однажды написала, якобы извинилась как бы перед ним, но написала так, что по сути это ничего не значит, никакого там извинения и не было. Но тут мой муж был неправ и ответил ей грубо. Вот уже прошло три месяца, а они до сих пор не общаются. А я только переживаю, плачу, когда одна дома. Для меня это какой-то ад просто. Я и маму, и мужу просила поговорить, помириться. Они оба не соглашаются. Помогите, пожалуйста, советом. Я уже не могу понять, кто прав, кто виноват. Я не знаю, что мне самой делать. Я просто хочу, чтобы все было как раньше, хорошо. Вот такая история интересная, да? Ну, что могу сказать, да? Главное же ваш запрос человека, который мне писал письмо, ваш запрос о том, что мне делать, как мне себя вести. Хочу отмотать все обратно, как было раньше. Надо понять, что прошлого не вернуть, как раньше уже не будет. У каждого из них есть свои проблемы и, скажем так, свои косяки какие-то, которые столкнулись. Проблема мамы. Мама, в принципе, ревнует. Мама, походу, властная. Довольно-таки вы мягкий человек. И мама поэтому решала, лезла. Вот скажем так, вы в позиции ребенка, мама в позиции взрослого. Вы у мамы не выросли. Мама решает за вас, что делать, и она вас до сих пор ребенком видит. Хотя вы, родив ребенка, должны с ней сравняться в позиции партнерской двух взрослых людей. Ваш муж в позиции взрослого. И поэтому с мамой из уважения, как к старшему, как к маме, он с ней не конфликтовал, что-то умалчивал. Но у него есть свое я, своя позиция, которую он там где-то не озвучивал. Там, не знаю, с уважением относясь к ней и так далее, чтобы не ругаться. Но у него, скажем так, горшочек-то переполнилась, крышечку срывает. И это нормально, потому что он угнетал, подавлял свои эмоции. Это значит, это такая общая турецкая проблема. Это у них есть такое в менталитете их. По поводу, давайте начнем, мама. Мама в чем здесь неправа? Потому что мама лезет в жизнь своей дочери. Чтобы мама меньше лезла, с мужем не ругалась и так далее, вам надо не принимать мамину помощь. Она приезжала ко мне, когда я родила, это все понятно. Но какой-то период времени помогала и пусть уезжает. То есть вы должны вырасти. В первую очередь проблема у вас какая? Вы в позиции ребенка со своей мамой. Вы должны вырасти в позицию равного партнера с ней, в позицию взрослого. Тогда у мамы к вам будет другое отношение. Она не будет считать, что она вас как ребенка может указывать, что делать. Покупать вашему ребенку вещи, еще что-то делать для него. То есть она считает себя фактически... Вы родили для мамы нового ребенка. Она считает его своим ребенком. В том числе, потому что вы еще не можете о нем достойно заботиться и так далее. Это все, что я сейчас говорила, да, это на подкорке. Она закладывает вот это в подсознание ваше, вот это ощущение, чувствуемое вы это берете. Она это, скорее всего, там как-то речевое не произносит. Возможно, ведет себя немножко по-другому. Но именно этот посыл откладывается у вас на подкорочке в голове ваши ощущения. Вот я к чему веду. Не обязательно это примут текстом она может говорить. Но у вас такое взаимодействие с ней сейчас происходит. Так вот, чтобы мама меньше влияния имела, надо маму меньше звать. Меньше маминой помощи, простите, быть более независимой, как взрослый человек. Не говорит о том, что вы маму отвергаете или запрещаете ей видеться и так далее. Но встречи, помощь по регламенту, по расписанию ни больше, ни меньше. И чтобы быть взрослым с ней в партнерских отношениях с мамой, вы должны быть, вести себя как взрослый человек. Умолчать и отмотать назад, как было раньше, это позиция ребенка. Вы поймите, примите ситуацию обратно, ничего не вернется. Только дети мечтают о том, чтобы вернуть назад все, как было раньше хорошо. Раньше было хорошо, потому что муж не возникал. Он против мамы, я говорю, но мужа уже переполнило. Это ваша семейная ячейка сейчас с мужем. И вы с мужем его должны поддерживать. Муж правильно отстаивает свои границы, которые мама нарушила. Но просто у мужа уже проблема ваша ошибка вместе, что вы изначально за все эти годы должны были все это останавливать. Мама слишком границы эти размазала, вот так скажу. Что хочу к маме сказать? Не думать, что мама там в семье вселенское зло какое-то. Она, конечно, не хочет вам навредить. Это мамины чувства. Проблема мамы в том, что мама должна отделить вас от себя. Позволить у нее ревность и к ребенку, и к мужу в итоге. Ревность такая, что мама не готова с вами расставаться. Она наглядно через ребенка увидела, что это не ее ребенок, а ваш. Она принять этого не может. Она не может поверить, что ее ребенок уже сам отделился, родил ребенка. И вы стали взрослой женщиной. Проблема здесь конфликт не мамы с мужем, а ваш с мамой. Проблема в том, что мама не может от вас отделиться. Отделить вас от себя. Вообще разговаривать, конечно, с мамой нужно. Почему она это делает? Какие причины? Почему она боится вас отпустить? Почему она боится вам доверить, вашу жизнь, ваши руки передать? Почему она боится разрезать вот эту пуповину и позволить все-таки до конца отделиться? Почему у вас в 5 лет с мужем не было этих проблем? Они хорошо душа в душе жили. Потому что не было ребенка. И тут мама увидела новую зону ответственности, которую она тоже хочет влиять. Она чувствует на себе ответственность за этого ребенка и лезет к вам с советами, потому что она видит вас с ребенком. Вы не можете достойно позаботиться о нем. Она не видит вас с родителями. Она потому что уже до этого нарушала ваши границы. Чтобы маме показать, что она не права и лезет, куда не нужно залазить, у нее есть 6-летний ребенок, ваш, как вы сказали, младший брат. Пусть она им занимается в большей степени. Вы должны маме расставлять границы. Указывать, что мам, вот так не надо, а мне вот так не нравится. Я уверена, что вы даже не пытались говорить о том, что вам что-то не нравится. Вы говорите, мама мне звонит, мне высказывают. Они между собой конфликтуют, а я все это слушаю. Знаете, почему вам плохо и они конфликтуют? Потому что вы маме позволяете это все вам высказывать. Вы губка, которая впитывает негатив. Потому что вы в позиции ребенка. А если бы вы были в позиции взрослых, к которой вам нужно стремиться расти, вы бы маме сказали, нет, мам, у тебя с ним конфликт, например, даже вот напрямую. Вот мужу моему и высказывай. Или мам, я не хочу это слушать. Прерывать, например, звонки, положить труппу. Где-то маме отказать, везите, если она чересчур к вам лезет в вашу семью, нарушает ваши личные границы. Вы этого не делаете. От этого вы страдаете. Знаете почему? Потому что вы боитесь оттолкнуть свою маму. Именно вы чувствуете, что своей заботы где-то вам в детстве не хватало. Вы чувствуете, что если я маме скажу нет, оттолкну ее, мама перестанет меня любить. Это на подкорочке такое у детства закладывается. То есть мама гиперопекует меня до сих пор, гиперопека идет, значит, она меня любит. А почему мама гиперопеку проявляет? Потому что мама сама себя не любит. Мама до сих пор тревоженность у нее повышена. Она переживает о вас. Не может с вами расстаться, отделиться. Знаете почему? Скорее всего, возможно, такой вариант. Может, вы ей это видео, не знаю, покажете и так далее. Скорее всего, у мамы проблема такая, что родители очень часто не готовы расставаться со своими детьми, признавать их взросление. Потому что либо они очень тревожные, у них гиперопека проявляется, они перестраховываются, боятся за жизнь своего ребенка. Может быть, какие-то критические со здоровьем связанные ситуации с ребенком в детстве у вас были. Может, мама могла вас потерять, у нее страхи эти. Либо ей тревожность от родителей своих переросла. Либо она очень сильно за вас держится, там с папой разводилась. Папа хотел вас отобрать и еще что-то в таком. То есть страх потерять своего ребенка. Ребенка потеряет, то есть она, по сути, не отпустила тот стресс, страх, который травма когда-то была. И поэтому сейчас, уделяя вас от себя, она опять возвращается в те чувства, эмоции, их переживает. Ей страшно, больно, она не может пережить, и поэтому вас держит. Но это нужно обрубать. Так жить дальше нельзя, вы просто расстанетесь в итоге с мужем из-за вот этой ситуации, потому что он это терпеть не захочет. Потому что он взрослый. А вам эта позиция ребенка удобна в чем-то? Потому что вы раньше в позиции взрослого с мамой не взаимодействовали, у вас нет этого опыта. Поэтому для вас это все кажется нормальным. Нет, блин, это ненормально. Дети должны взрослеть, позволять их от себя отпускать. Так вот, возвращаясь к маме, что я не договорила, возможно, еще бывает, что это реализация себя. Есть родители, которые себя матери видят в реализации своих детей. Говорят, я на тебя жизнью положил, вот эта вся история. Или я для вас с братьями, сёстрами старался, вы неблагодарны. Это как манипуляция такая, да? Чувство вины могут из-за этого навешивать. Такие родители, просто отпуская своих детей, они сталкиваются с тем, что они ничего из себя не представляют. Они так считают, да? Я ничтожество, у меня нет достижений, я потратил там 20-30 лет на своих детей, я все потерял. Мне собой нечем гордиться, это все вопросы к низкой самооценке и реализации себя. И, например, родитель не хочет сталкиваться с этим, избегает. И поэтому не готов отпускать своего ребенка. И мне кажется, здесь такой вариант возможен, потому что она вам дает советы по уходу, воспитанию там ребенка, по одежде его покупается, за вас все решает. То есть ей нужен новый объект для реализации себя, как бабушки. Назойливая настырная бабушка теперь она. Но она должна понять, и вы должны ей показать. Она сама не поймет. Вы ей показываете, что это ваш ребенок. И вы решаете, как делать. Если вы уже говорили мне в письме, что раньше я говорила, а она как танк дальше прет, продолжает мне звонить и так далее, обрываете звонки и телефоны, кладите трубку и либо говорите свое конкретное «нет». Вы мягкий человек, вы не говорите конкретного «нет». Либо вы его так говорите, что мама его перешагивает, делает вид, что не слышала. Я хочу что сказать. Вы должны поддерживать своего мужа. Это раз. Два. Вы должны вырасти в позицию взрослого и партнерскую к отношению своей мамы. Вы не девочка, не ребенок. Три. Когда вы начнете конкретно говорить «нет», проблема в вас, вы это должны понять. Вы не дожимаете, не доделываете что-то, не досказываете и пытаетесь умолчать. Вы видите, сейчас свое моральное состояние, вам тяжело и плохо. С мужем проблемы, с мамой конфликт — это все. Не то, что ваша вина. Это дело в том, что вам надо быть более жесткой. Выбрать, чью позицию вы занимаете, мужа или мамы в итоге. Потому что вы и нашим, и вашим. А так не играет нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. Вы резко на позиции мужа отставите свои границы, своей семьи с мужем. Все. Мам, мы тебя любим, но мы сами будем решать. Вот такие фразы могут быть. Мам, я тебя люблю, спасибо за подарок, но в следующий раз я сама выберу. Или там цвет не подошел, одежда какой-то. Или там стиль, или кнопочки, там я хотела на пуговках, или еще что-то. Мама, если ты хочешь помочь, сделать приятное, лучше подарить деньгами. Я сама пойду выберу. Или мама, вот это вообще идеально. Пойдем вместе будем выбирать подарок. Я знаю, что моему ребенку нужно, ты это оплатишь, и выберем вместе. Сообщай это делать. А не так, как мама, как слон в посудной лавке, зашла, все расшвыряла, побила, проблем, скажем так, навела. Вы начинаете предъявлять, а мама еще будет в позиции потом ребенка обижаться, манипулировать. И вообще с вами, типа, не общаюсь. Чувство вины на вас навешивания. Хотя, по сути, сама пришла, все разгромила. Правильно? Чтобы этого не было, делайте это сообща, но показывайте свою границу дозволенности своей семьи. И главное, не забывайте вы с мужем заодно. Вы не должны маме позволять оскорблять вашего мужа. Уж как не крутите. Я здесь так отношусь к этой ситуации. Может быть, я не права. Но потому что, знаете, что муж не в своей стране. За ним никого нет. Я не скажу, что он на птичьих прах или еще что-то. Но это не его. Он пришедший в вашу семью. Не вы к нему пришли. И хотя бы вы должны его поддерживать. У него папа и мама рядом нет. А он в силу своего воспитания менталитета, ну, может не ругаться с вашей мамой достойно. Из уважения к старшим и так далее. Это особенность их менталитета, если ваш муж хорошо, правильно воспитан в своей семье. И у него может быть такой диссонанс. Его бесит, он молчал-молчал, он больше уже молчать не может. И то, что он вашего шестилетнего брата младшего строил. Честно скажу, они были в гостях в вашем доме. Возможно, он, скажем так, неправильно, он должен был к маме обращаться, корректировать поведение ребенка через маму. Но 6 лет это уже взрослый чувак, знаете. Это не ребеночек маленький, да, который там ничего не понимает. И ваш брат и ваша мама должны уважать хозяина в доме. Вашего мужа и вас в том числе. И они к вам, ваша мама в жизнь к вам залазит, потому что вас, вы не в позиции взрослого, вас не уважают. Она поэтому считает, что может так относиться. Тут как ни крути, вы должны защищать своего мужа и четко отстаивать семейные границы. Говорить маме нет. Так что, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Не расстраивайтесь. Все это можно решить, пожалуйста. Кому нужны консультации частные или что-то у вас подобная тема, вы хотите там конкретно узнать, какими фразами, как вообще взаимодействовать, что делать, разобрать свою историю, я оставляю почту под видео моим в инфобоксе. Пишите на почту, записывайтесь на индивидуальные психологические консультации. Мы с вами все разберем. Я могу рассказать, как себя вести. Нужно конкретно вашей ситуации взаимодействовать и вообще, как решать эти проблемы. Все это решимо. Просто люди не всегда знают о своих ошибках, которые допускают. Вот и все. Нужно взгляд со стороны. Если вам видео понравилось, вы считаете его полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Кто знает, что подсказать девушке, пишите в комментариях. Я думаю, ей будет это очень полезно. Поддержите ее. Скоро увидимся. Всем пока.